Приветствую вас. Ответ на ваш вопрос, как это не странно, кроется непосредственно в вашем тексте. То есть, если вы говорите, что я это я, и что вы сами бог для себя, это ваша позиция, это справедливая позиция, это хорошая позиция, то, соответственно, если вы, это вы, и вы берете на себя ответственность полную, то вы берете на себя ответственность и за то, что вас напрягают иконы. По факту. И снимать икону означает перекладывать ответственность с себя на икону. Потому что в вашем доме вы себе хозяин вашей квартиры, вы себе хозяин, ну или в доме, я не знаю, но в комнате, в квартире или в доме ваших родителей хозяева они. И поскольку вы гость, то вы не имеете права снимать икону в их комнате, даже если это ваша гостевая страна, как вы говорите. Потому что раздражение от каких-либо вещей, это исключительно ваша ответственность. Понимаете? Люди наделяют какие-либо вещи смыслом, да? То есть вот для, например, нечеловека, да, ну скажем так, для гипотетического, например, инопланетянина. Эти вещи ничего не значат, значит они только для человека, соответственно, человек наделяет эти вещи смыслом. И это его субъективная, как бы, деятельность, это его субъективная активность. Активность. И то, что чувствуете вы, это точно такая же ваша субъективная активность. Вот. Ну, я бы даже сказал, что тот факт, что вас реально напрягает икона, говорит о том, что вы не без различных мер. Соответственно, вы, ну, возможно, переживаете какие-то, либо перемены у себя, либо необходимость в вере во что-то, либо что-либо еще. Потому что раздражение, это всегда, ну, как бы, агрессия. Попытка себя защитить от того, что вы делаете, да, это попытка себя защитить. Вопрос в том, от чего защитить. Вот вы говорите, что, значит, я не хочу, чтобы вещи, которые были созданы для манипулирования разумом людей, находились в моей комнате. Ну, вещи, созданы для манипулирования разумом людей. Окей, возможно. Но вы-то достаточно осознанный человек, чтобы не поддаваться на эту манипуляцию, верно? Кроме того, она по себе икона, без человека не имеет никакого смысла. Вот. Другое дело, что вам, может быть, хочется поверить во что-то, и вы подсознательно боитесь поверить в Бога, которого изображают иконы. Это же другая деталь. А, может быть, любая вера для вас является манипуляцией, и вы пребываете в постоянной тревожности. Вот. Знаете, значит, постараться убедить себя в том, что висит и пусть висит – это самый лучший вариант. Но и с раздражением, с точки зрения психологии тоже нужно собраться. Попробуйте представить раздражение как интроекцию. Я уверен, в интернете вы прочитаете, что это такое интроекция. Вот. И попробуйте представить раздражение как это. Можно попробовать представить раздражение как ретрофлексию. Вот. Тоже как неплохой вариант. то есть, например, расшипить раздражение на… ну, на несколько отдельных чувств. Вот. Например, на кого вы раздражаетесь. Сядьте за на кого именно. На иконе на Бога вряд ли. На кого-то кто стоит за этим. Соответственно, оставьте это. То есть, вот. Придите. Придите. Придите к тому, на кого вы раздражаетесь. И оставьте свое раздражение. Раздражение с тем, на кого вы раздражаетесь. Просто вот. Визуализируйте, что вы хотите сделать с тем, на кого вы раздражаетесь. Ну. И также, обратите внимание на себя. То есть, что, собственно, в себе вас не удовлетворяет. Всем продиктовано это раздражение. С чего хочется. Вот. 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 Вы говорите, что своего Бога вы не нашлись. Или направленно не ищите. Вот. И так далее. Ну, если вы говорите, что ваши взгляды более ближе к агностикам. Да. То есть, вы пишите, что вы не агностик. Это ближе к позиции нигилизма. Да. То есть, отрицание всего и вся. Ну. Ну, в смысле, не всего и вся. Ну, вот. В контексте религии. Вот. А если ближе к агностикам, то это допущение всего и вся. Понимаете? Агностикам точно не будут раздражаться от того, что где-то над ними висит икона и так далее. Для агностиков это всего лишь предмет. Просто предмет. И все. И вопрос в том, почему вы не можете воспринимать это как предмет. То есть, что для вас такое икона, помимо того, что это просто предмет, если вы не верите в христианского бога. Например. Вот. Ну, и еще, конечно, не могу не обратить внимание на то, что мама-папа списки с большой буквы, равно как и родители с большой буквы. Для меня, как для психологов, здесь есть, конечно, определенные знаки на то, что с родителями у вас отношения далеко не такие гладкие и однозначные. Вот. Я не буду говорить о том, какие они, дабы не гадать с этим разбираться более подробно. Ну, мне кажется, что подобное оформление мамы и папы для вас имеет значение. Вот. Значит. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на ваши вопросы. Что касается навязчивой идеи, я бы просто так не стал. Потому что навязчивой идеей нужно диагностировать. Вот. Ну, в общем, навязчивой идеей это симптом невроза. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачу! Продолжение следует...